Хорошо, Жень, вот мы с вами договорились еще до интервью, я вас просила, чтобы мы поговорили по конкретным направлениям, и давайте поговорим по ним, и вот мой режиссер, Рома, да, мне сказал, а я вот там читал комментарии под интервью, под некоторым интервью с Плинским, он никогда не называет фамилии, так давайте сегодня называть фамилии. Это запросто, я вроде их называю, но назову еще раз. Давайте называть буйным цветом, да, так, начнем вот прям по направлениям, контрабанда техники и электроники, как нам все это заезжает, как нам заезжают айфоны, как это все там происходит, и кто там, кто эти парни, кто непрекрасный, кто продюсер этого заката, ну как-то так. Да, да, все как бы, все знают, что такое айфон, популярный гаджет, вот в 15-м году фискальная служба сделала тайную, ну такую тайную аналитику, да, сколько в Украине за 14-й год поступило айфонов, официально, неофициально, умножили потери бюджета и просто обомлели, оказалось, что в 14-м году в Украину официально было ввезено всего 7 тысяч устройств на базе iOS, это айфоны, там айпады, да, планшеты, а зарегистрировано... Городка Растышем не хватит. Не хватит, а зарегистрировано в сети мобильными операторами было 430 тысяч устройств. Они взяли эти цифры и понимают, 98,5% этих устройств попадают в Украину нелегально. Ну да, там можно откинуть какой-то процент человек, поехал за границу, себе купил, да. Они умножили на среднюю стоимость, получили недопоступление только по НДСу 60 миллионов долларов. Пол миллиарда долларов оборот, это айфон и айпад, два устройства. Они посмотрели на эту статистику и решили ее публике не показывать, потому что, ну сразу же вопросы, а ребята, чем вы занимаетесь, а что вы контролируете? Они тогда попытались в парламенте пропихнуть законопроект о контроле и майкодов, да, ну для того, чтобы операторы получили инструмент, отключая инструмент контроля, да, ну там налоговая, таможня. Зарегистрировался нелегальное устройство, тебя отключили, ну не обижайся, провалился в парламенте этот законопроект, все. И они как бы, ну эту тему отодвинули в сторону. Рынок колоссальный, как они попадают? У нас же, ну мы сейчас только об айфонах, да, говорили, у нас же там телевизоры, фотоаппараты, холодильники, техники, каналы разные. Та техника, которая вот крупнобытовая, там холодильники, стиральные машины, у нас основная страна-производитель, это Россия, которые продаются у нас на рынке. Это классическая схема, они заезжают по занижению цены, там холодильник не 7 тысяч гривен по документам, а 3 тысячи гривен, идет недоплата налогов, ну потому что холодильники, там стиралки, их трудно прятать. Самое вкусное, самое сладкое, это вот ноутбуки, фотоаппараты, телефоны, планшеты, то, что мало габарит. А кто у нас сидит с задницей на этой теме? Это же конкретные люди какие-то. Здесь рынок поделен между игроками на рынке, ну вот у нас есть там такие монстры, да, там Цитрус, Алло, Розетка, это магазины, которые занимаются сбытом этой техники. Они же и возят. Они же и возят, да. Вот эта вот тема с китайскими брендами у нас откуда появилась? Это Цитрус и Алло в свое время придумали, ну, Самсунги завозить нелегально тяжело. Я думаю, что здесь как раз реклама Цитруса обязательно, вот тут вот в этом месте. Да, Цитрус не любит. Я думаю, они захотят очень сильно, да. Они же придумали возить эти китайские бренды как, ну, свою нишу по тому, чтобы, ну, получить канал поставок нелегальной техники, да, сомнительного происхождения. Ведь эти бренды не имеют здесь представительств, они ничего не контролируют. Возить нелегально Самсунг очень тяжело. Ну, потому что они борются на рынке. Они придумали вот это окно под китайские бренды, стали их завозить и наполнили ими рынок. Они же являются и продавцами крупнооптовыми на рынке. То есть у нас есть сотни мелких интернет-магазинов, которые просто продают, им же нужно где-то брать. Вот эти сети отчасти и являются поставщиками этой техники. Каналы попадания, вот те же мобильные телефоны, это аэропорт Борисполь. Схема просто шикарная. Таможенный кодекс, когда прописывался калетникам, он же, ну, они же умные пацаны тогда были, да. Они его когда писали, они его прописали таким образом, что в нем сотни лазеек есть. Вот прилетает из Китая, живой случай, да, шесть поддонов телефонов, да, шесть палет огромных. Я не знаю, сколько там, в единицах, там, ну, тысяч десять. Прилетает в аэропорт Борисполь и выгружается на таможенный склад. По документам это чехлы для телефонов, просто чехлы. Но если ты подаешь эти документы таможне, у меня чехлы, я их оформляю, то тебя сразу же может таможня, СБУ, прокуратура хлопнуть, ну, любой силовик, да, потому что у тебя телефоны, а ты подал документы, что это чехлы. Поэтому эти ребята, они документы не подают. По законодательству ты можешь их просто положить на таможенный склад. И документы не подавать. У меня лежат они на складе. Как только приходят силовики, например, да, и говорят, у тебя в документах чехлы, а тут телефоны. Ты говоришь, подождите, я документы не подал, тут ошибка. Отправитель не то отправил. Вот у меня письмо, у них уже заготовлено письмо от отправителя. Отправьте, пожалуйста, обратно. И эти телефоны улетают обратно. Живой пример. А растамаживают они ночью на какую-то смену таможни. Приезжает одна машинка, они подают документы на один поддон, фиктивный, что это чехлы. Растамаживают их за три копейки, забирают и увозят. Пять поддонов стоит. Так за пять недель эти пять поддонов с телефонами уезжают. Еще какие? Ну, Борис Пальтак один. Почтовые операторы. Это одна из самых ключевых схем. Именно вот по гаджетам ВОЗ в Украину. То, что я рассказывал на программе, там, вот премиум пакет. Суть почтовой схемы. Премиум пакет это какая-то компания такая мутная, да? Да, мутная почтовая оператор, этим грешит и премиум пакет, этим занимается и Мистэкспресс, этим занимаются, ну, у нас вот есть восемь почтовых операторов и 21 компания экспресс доставки. Это вроде бы одно и то же для людей, да, но для, с юридической точки зрения, это немножко разные структуры. Вот некоторые из этих компаний, там, по-моему, четверть всех компаний, они такие немножко мутные, 20-25%. В чем суть схемы? Ты, когда отправляешь почтовые посылки, ты, согласно нашему законодательству, первое, они не проходят контроль на таможне, они оформляются на так называемом ММПО, это место международного почтового обмена. Это склад почтового оператора, где по договору с таможней сидит таможенник и оформляет твои грузы. То есть заезжает на таможню фура, в ней какие-то коробки, с чем непонятно. Водитель дает документы, это почтовая отправка, вот у меня реестр 5000 получателей, товары там широкого потребления, каждая по 20 долларов, вот общая сумма, вот общий вес. Таможня ставит печать, окей, и ты проезжаешь на свой склад. Заехав на свой склад, тебе там твой прикормленный таможенник ставит печать, что ты прошел таможенное оформление и не проверяет, что ты везешь. Вот таким образом у нас заезжает техника, ну основной канал, и они неуловимые. То есть даже если опять-таки ловится почтовый оператор на том, что он везет не посылки людей реально, а везет какую-то технику незаконную, ну контрабандную, да, явно скрывая то, что это коммерческая партия груза. Опять возникает вопрос, появляется отправитель какая-то компания, говорит, мы перепутали поддоны, верните нам их, пожалуйста, и возвращают. Это все, я расскажу, живые кейсы, которые вот я там отслеживаю в течение полугода-года. А кто в деле, кто в деле, вот кто мог бы разломать эту схему, если бы захотел, но не ломает, потому что, так сказать, в теме и в доле. Мне кажется, что они не только не ломают, они помогают надстроить. В 15-м году Министерство инфраструктуры, которое отвечает за деятельность почтовых операторов, оно упразднило все нормы закона, убрало, то есть полностью, регулирующие почтовую деятельность этих ММПО. То есть сейчас инструмент контроля почтовых операторов отсутствует вообще. А это еще был Пивоварский или это был Жемелян? По-моему, Жемелян был, там Пивоварский, по-моему, был недолго. Они упразднили, якобы мы сейчас его перестроим, мы сейчас его вот переделаем, но пока давайте, чтобы это не работало. И сейчас ни один контролирующий орган не может забрать у почтового оператора лицензию на такую деятельность. Они неприкасаемы. Это настоящее вот контрабандное окно на границе. Гарантия 100%. Вот ты, как заказчик груза нелегального, обращаясь к почтовому оператору, ты имеешь 100% гарантию, что твой груз не пропадет. Даже если его задержат, ну, в самом худшем случае пройдет полгода, если вот оно попадет к журналистам, его будут сопровождать, освещать. Ну, это максимум полгода, чтобы он выехал из страны. Если бы мы поменяли закон сейчас, то можно было бы как-то все-таки тормознуть, ребят, но так как у них нет вообще никаких... Контроль, да, контроль.